Международный день пропавших детей. 25 мая во многих городах России поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» провёл мероприятия, посвящённые исчезновению несовершеннолетних. Цель акции – напомнить о ребятах, которые пропали и до сих пор не вернулись домой, а также напомнить людям о детской безопасности, о необходимости быть неравнодушными, о правилах поведения детей в нестандартных жизненных ситуациях. В Колпашеве добровольца отряда «Лиза-Алерт» площадкой для беседы выбрали центральный бульвар. Тут всегда много детей. Вместе с инструкторами ребята разобрали различные ситуации, в которых несовершеннолетний остаётся без присмотра родителей, теряется, а также проговорили алгоритмы действий в подобных случаях. Ты потерялся. Как помощи ты попросишь? Мы маму-то не пойдём же искать. Мам, наверное, телефон есть. А можете позвонить моей маме? Могу. Я могу. Правильно, мы просим не дать телефон позвонить маме, потому что многие скажут, у меня телефон дорогой, а я, тётенька, недобрая, я тебе телефон не дам. Надо просить, позвоните, пожалуйста, моей маме. Ребята, кто из вас знает номер телефона мамы наизусть? Во время беседы дети узнали, кто такие безопасные взрослые. Правило трёх О, которое гласит, если ты потерялся, то нужно сначала остановиться, затем оглядеться и окрикнуть взрослого. Кураторы дали детям домашние задания, такие как выучить номер телефона одного из родителей наизусть, записать номера и носить с собой, придумать с родителями кодовые слова для разговоров по телефону, выстроить безопасный маршрут до места учёбы и другие. Также организаторы проработали с детьми ситуации по взаимодействию с незнакомыми взрослыми. Вообще нету повода, чтобы ты встал и пошёл с чужим взрослым человеком куда-то. Взрослые всегда просят помощи у взрослых, они никогда не попросят помощи у детей. А если взрослый человек начнёт тебя вот прям, ну уже настырно, ты не хочешь соглашаться, он тебя будет за руку вот так хватать и дёргать, что будем делать в этой ситуации? Кричать! Правильно, мы будем кричать, чтобы привлечь внимание других взрослых, которые находятся рядом. Что мы будем кричать? Помогите, я его не знаю. Мы будем кричать, он чужой, я его не знаю. Чтобы рядом находящиеся взрослые люди чётко поняли, что этот человек для вас чужой. Ещё одной темой встречи стала подготовка к походу в лес и правила поведения в лесном массиве. Начала куратор поискового движения с самого главного правила. Ребята, в самую первую очередь, собираясь в лес, мы берём с собой взрослых. Потому что без взрослых в лес мы не ходим. Ни за грибочком, ни за ближайшим цветочком, несмотря на то, что даже мы живём, у многих у нас за дворами, там уже лес начинается. В лес без взрослых мы не ходим. Дети вместе с наставником разобрали обязательный минимум предметов и продуктов, которые нужно брать с собой в лес, а также одежду, которую стоит надевать. Мы одеваемся в лес ярко. Камуфляж был придуман для спецназа, для того, чтобы их было не видно в лесу. Мы в лес идём не прятаться. Нам надо, чтобы нас было видно далеко. И родители мы тоже одеваем ярко, чтобы мы их тоже хорошо видели. В лесу действуют особые правила поведения, подчеркнула доброволец Лиза Алерт. Например, в случае, когда вы потерялись и слышите крики людей, которые вас ищут. Нужно кричать в ответ, но не двигаться с места. Ведь преломление звука в лесной чаще может сыграть с человеком злую шутку. И он может уйти в обратном направлении от поисковой группы. Есть и другие особенности поведения. Мы потерялись. Тебе подойдёт незнакомый человек? Ты потерялась. Ты Соня, наверное, мы тебя ищем. Ты пойдёшь со мной? Пойдёшь. А ты пойдёшь со мной? Ребята, в лесу существуют правила исключения. Мы выходим с любым взрослым. Здесь задача наша стоит в том, чтобы мы вышли из леса. В завершении мероприятия маленьким участникам вручили памятки по безопасному поведению на улице и в лесу. Дети проще запоминают информацию, которая подаётся в игровой, ненавязчивой форме. Рассказала доброволец поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Евгения Дутова. Мы ведём пока беседы для детей начальной школы, то есть выпускников детских садов, старшая группа, и начальной школы. Ребятишки очень с интересом вовлекаются в беседу, им это интересно, и они участвуют довольно-таки, они громко кричат, когда их просишь покричать. И на самом деле это не только дети вовлекаются. Когда вели беседы, проводили в школе, многие педагоги говорили, что это вроде такие простые вещи, о которых они даже не знали. Послушать полезно и взрослым. Мы на беседы приглашали детей и взрослых для того, чтобы ребёнок, который информацию сегодня узнал, родители ему постоянно напоминали. Потому что у детей информация откладывается, они её потом новым заполняют, а она уходит вниз. А надо постоянно поднимать. Чтобы ребёнок мог правильно среагировать в ситуации, когда ему грозит опасность, он должен это всё время помнить. Ему должны об этом всё время проговаривать родители. Участница мероприятия Соня Дутова очень хорошо знает основные правила безопасности. Правило 3О – остановиться, оглядеться, крикнуть. И нужно, если ты потерялся в торговом центре, нужно подойти к ближайшему продавцу или к ближайшему охраннику. Если на улице, то кто к взрослому, к ребёнку, с ребёнком, либо к охраннику. А потом, если ты потерялся на остановке автобусной, то нужно ждать, если мама уехала, то нужно ждать на остановке, пока она вернётся. А если ты сел в автобус, а мама нет, то нужно выйти на следующей остановке и ждать маму, пока она вернётся. В Колпашеве и в профилактических беседах приняли участие 37 детей и 16 взрослых. В завершении мероприятия в парке Кедровой прошла акция «Освети дорогу домой». Горожане и добровольцы отряда «Лиза-Алерт» зажгли свечи, освещая путь тем, кто ещё не нашёл дорогу к своему дому.